В следующем году должна заработать единая система здравоохранения Орехово-Зуевского городского округа. Это позволит жителям вставать на учет и обращаться к врачам в удобные для них медицинские учреждения. Это и другие изменения обсудили на встрече работники здравоохранения с главой городского округа Орехово-Зуева Геннадием Панином. Реализация федеральных и областных программ – один из первых и главных вопросов, который волнует медицинских работников. Сейчас на территории городского округа Ликино-Дулёва производятся выплаты сельским врачам по программе «Земский доктор». Ведется реконструкция третьей очереди поликлиники в городе Куравское. Прием пациентов в новом здании начнется уже в этом году. Благодаря губернаторской программе в деревнях появились фельдшерско-акушерские пункты. Как отметил Геннадий Панин, все это будет продолжено и в объединенном Орехово-Зуевском городском округе. Мы поговорили тоже о том, что Андрей Юрьевич Воробьев, наш губернатор, оказал нам поддержку и принял решение, дал соответствующее поручение Министерству здравоохранения о строительстве сосудистого центра. И как только мы реализуем этот проект, отпадет необходимость езжать к нашим соседям в ближайшее муниципальное образование. На контроль будут взяты и проблемы, которые сейчас существуют на местах. Например, ФАБ в деревне Коротково, который второй год так и не приступил к работе. Также на встрече вместе с начальником управления соцзащиты Валерием Гущиным обсудили выполнение программы «Доступная среда». В ближайшее время Геннадий Панин пообещал лично посетить крупные медучреждения округа, чтобы оценить качество их работы и детально узнать о существующих проблемах.